Ведущий рэпер, автор песен и продюсер всемирно известной группы BTS с огромным количеством поклонников, которой на каждом своём выступлении пребывает в центре внимания. Любимый армии BTS артист является образцом для подражания среди Band & Boys и часто фигурирует в заголовках газет за открытое высказывание своих мыслей и мнений. Сегодня мы расскажем, как живет Мин Юнги и сколько он зарабатывает. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Мин Юнги родился 9 марта 1993 года в семье среднего класса из района Буг, Тегу, Южная Корея. Мальчик обучался в начальной школе Тэ Джон, затем в средних школах Кваным и Аб Куджон. Он стал магистром в области рекламы и СМИ, окончив Ханьян Сайбер-юниверсити. Уже с детства ему нравилась музыка, но изучать ее по учебникам в школе он не любил. Более того, изначально он хотел стать архитектором, но после того, как услышал Рага Маффин от Стони Сканг, начал интересоваться рэпом. Парень с 13 лет писал песни и работал с синтезаторами, а к 17, чтобы научиться продюсированию, трудился по несколько часов в день в студии звукозаписи. Заработанные деньги он тратил на аранжировку школьных песен и сильно экономил на еде и транспорте. До первого прорыва в карьере Мин Юнги был андеграундным рэпером под псевдонимом Глосс. Со временем он стал участником хип-хоп команды D-Town и спродюсировал песню. Также парень тренировался в Big Hit Entertainment, где дебютировал в составе BTS, став ведущим рэпером. Там он получил псевдоним Шуга из-за бледной кожи и милой улыбки, что делает его похожим на сахар. Сперва Мин хотел стать композитором, соавтором и продюсером Big Hit и никак не айдолом. Но при создании BTS генеральный директор уговорил его стать участником группы, заверив, что Шуга не будет танцевать, а сконцентрируется на рэпе. Позже певец пошутил, что спонсору агентства удалось обмануть его. Юнги продюсирует, пишет тексты, исполняет рэп и выпускает сольные синглы и микстейпы. Предполагается, что он стал самым богатым участником BTS с собственным капиталом от 23 до 26 миллионов долларов, учитывая индивидуальные проекты. Разбогатев, звездный рэпер приобрел себе апартаменты в самом престижном семейном комплексе Сеула – UN Village, о преимуществах которого можно судить по его жильцам. Среди них владельцы компании Hyundai и LG, председатель концерна Samsung, много серьезных политиков и глав иностранных компаний. Комнаты двухэтажных апартаментов в Шуге просторные, очень светлые, с панорамными окнами в пол, из которых открывается потрясающий вид на реку Ханган. На втором этаже расположена мастер-спальня с огромной гардеробной и индивидуальным санузлом, внушительная гостиная и обеденная зона. Кухня в доме оборудована суперфункциональной и комфортной техникой. На первом этаже находятся еще две просторные комнаты с индивидуальными санузлами. Общая площадь этой двухуровневой квартиры – около 300 квадратных метров, а стоимость – от 3 миллионов долларов. Подземный паркинг и терраса увеличивают площадь еще метров на 100, а соответственно и цену. В начале карьеры у Мина были напряженные отношения с родителями, но любящий сын купил своей матери ресторан «Мечты» в Тегу. Название ресторана означает «С душой делаем каждый суп». Заведение находилось возле Кеймюн Юниверсити. Его посетители могли найти там официальный мерч группы и сфотографироваться возле фотографий участников бойсбенда. Кроме того, там царила приятная доброжелательная атмосфера и кормили гигантскими порциями очень вкусных блюд. Все это обеспечивало ресторану огромное количество гостей. Но, несмотря на успех, через полгода родителям Юнги пришлось продать свой бизнес. Сообщается, что у них ухудшилось здоровье, которое они собирались поправить в Сеуле, переехав поближе к сыну. Стоит отметить, что поступок Мин Юнги очень вдохновил его поклонников. Звездный парень тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно лишь, что до дебюта у него была девушка, с которой он расстался, став стажером. В настоящее время он не женат, а своим наилучшим возрастом для брака считает 35 лет. Айдолу наплевать на внешность своей избранницы, но личной харизме он уделяет большое значение. Свою идеальную девушку он видит похожей на себя, холодной, но в то же время милой. Юнги мечтает, что любимая будет слушать его музыку, и она ей будет нравиться. А еще он бы хотел, чтобы девушка чувствовала его желание, и, зависимо от ситуации, была либо очень активна, либо молчалива. Шуге важно, чтобы она стала ему партнером и всегда была рядом. В идеале избранница должна слушать хип-хоп, быть спокойной и внимательной, тем самым возмещая его невнимательность. К слову, любимая голливудская звезда певца – это Скарлетт Йоханссон, и вполне возможно, что он ищет кого-то похожего на нее. Непосредственный Мин Юнги не любит ни о чем беспокоиться, и живет по принципу «мне плевать». Он обладает честным и прямым характером, благодаря которому говорит и выражает свои мысли самым простым способом. Обычно он любит бездельничать, но никогда не ленится делать то, что ему нравится. А вот если ему что-то не нравится, то Шуга всегда открыто противостоит этому, причем именно открыто, а не за спиной у других. Собственно, из-за его прямолинейного и реалистичного характера, в некоторых его песнях присутствуют резкие слова и критические строки. Как это ни странно, но Айдол не любит танцевать, хотя делает это хорошо, и сторонится шумных многолюдных мест. А самым счастливым чувствует себя во время уединенной работы в студии. В коллективе Юнги называют «папа» группы, потому что он может сменить лампочку, починить ручку на дверях и даже отремонтировать унитаз, либо сахарным дедушкой из-за его любви поспать и покапризничать. Вообще, Мин самый заботливый участник BTS, который еще и вкусно готовит, особенно мясо, которое сам обожает. Яркий парень, довольно симпатичный, умный и красивый, с привлекательным телосложением и ромбовидными мускулами. Шуге к лицу любой цвет волос, так как у него бледная кожа, а чтобы не подвергать ее воздействию солнца, он часто носит закрытые одежды, даже летом. В повседневности Мин отдает предпочтение простым и удобным вещам в стиле оверсайз, а выступать любит в черных костюмах. Кстати, черный и белый – это его любимые цвета. Айдол всегда украшается множеством королевских колец, браслетов, ожерельями и часами, поскольку считает очень важным визуальный эффект. Он противник татуировок, но если бы и сделал, то маленькую точку на пальце ноги, чтобы не было заметно и не помешало ему заниматься благотворительностью. Шуге нравится мята, и его любимый аромат – духи с мятой. Участник BTS имеет несколько хобби. Еще в студенческие годы он играл в баскетбол, а став стажером, продолжал это занятие на ежедневной основе, обычно занимая позицию разыгрывающего или атакующего. Шуга самостоятельно освоил игру на пианино и изучил фотографию. Даже специализировался в Global Cyber University. Он очень часто снимает своего коричневого пуделя Холли и делает с ним селфи. Кстати, кошек он тоже любит и смотрит на YouTube много видео про животных. Также певец получает удовольствие от чтения комиксов и разнообразных видеоигр. Но он рьяный противник азартных игр и акций. Его жизненный девиз – жить весело и заниматься музыкой как хобби, а не делать это как работу. Следуя своему девизу, он пишет тексты и сочиняет песни ежедневно. В юности Мин попал в аварию и получил травму плеча. А недавно, чтобы исправить проблему, он перенес операцию, которая прошла успешно. И теперь Шуга сможет дольше работать с BTS. По совету врача, певец должен пройти длительный период отдыха и восстановления. Ему запрещено много двигаться, поэтому он пользуется рукой только при крайней необходимости. Юнги признал, что испытывал разочарование, видя, что его товарищи по группе работают без него. Чтобы как-то отвлечься, он пробовал что-то новое для себя и даже пытался смотреть фильмы, которые раньше не смотрел. Хотя его отсутствие на сцене очевидно. Врачи настаивают проявить терпение и не исключают повторную операцию, если не пройти надлежащую реабилитацию. Огромная армия поклонников по всему миру поддерживает Айдола. Кстати, 9 марта на его 28-летие на Останкинской телебашне фанаты разместили ролики, где поздравили Мина Юнги с днем рождения. Во многих своих текстах, особенно в песне 140-503 Эд Доун, Шуга рассказывает о своих страданиях от социальной фобии, депрессии и одержимости. В юности парню пришлось многое пережить. К ограничениям в финансовом плане добавилась хроническая боль в плече. Кроме того, будучи достаточно крупным, он волновался из-за своей внешности и переживал, что не сможет выступать на сцене. Юнги доводил себя до изнеможения тренировками и работой, в результате чего страдал от психических заболеваний. Сегодня молодой человек, говоря о борьбе со своим недугом, сообщил, что негативных чувств значительно уменьшилось, а когда они, бывает, возвращаются, то он знает, как с этим справиться. Особую поддержку и силы он получает от поклонников, которые находят утешение в его музыке, что делает его счастливым.